О магистратуре и не только. О единстве и стереотипном мышлении. Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Алина Красильникова. 9 июня в научной библиотеке имени Николая Ивановича Лобачевского состоялась передача цветных копий рукописи стихотворений Фраги, записанных туркменским поэтом Мизген Галыч, которые хранятся в отделе рукописи и редких книг делегации Туркменистана под руководством заместителя министра образования Туркменистана Александра Аманова. В 2024 году в Туркменистане будет широко отмечаться 300-летие со дня рождения великого туркменского мыслителя Махтумкули Фраги. Представители делегации получили материалы на электронном носителе, а также смогли посмотреть на оригинал вживую. Институт экологии открывает свои двери для студентов, планирующих поступать в магистратуру. О том, какие возможности открывает магистрская программа Института экологии и природопользования, расскажем в следующем сюжете. Казанский федеральный университет является крупнейшим естественно-научным центром, в стенах которого с момента его основания и по настоящее время проводятся исследования взаимодействия человека и природы. Предшественниками развития экологического направления в ВУЗе можно считать крупнейших русских ученых, осуществлявших в Волжско-Камском крае естественно-научные исследования. С тех пор Институт начал работу над модернизацией программ подготовки специалистов в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. А, как следствие, разработку новых методических подходов к учебному процессу. На данный момент Институт экологии предоставляет студентам прекрасную возможность обучаться на множестве востребованных направлений. Магистратура темой отличается от бакалавриата, что она направлена в основном на разработку у студента навыков исследовательской работы. И, конечно, наш институт предоставляет широчайшие возможности уже потому, что мы собрали, первое, это высоко квалифицированных специалистов, которые занимаются исследовательской работой обязательно, и мы привлекаем их в качестве преподавателей. И, во-вторых, что очень важно, это очень мощная, очень современная приборная база. Также Институт экологии и природопользования предоставляет студентам отличную возможность заявить о себе, поступив на одну из четырех магистрских программ. При поддержке университета им предоставляется возможность реализовать свои проекты в области экологии и биологии. Современное технологическое оснащение университета поможет студентам на всех этапах развития своих собственных исследований, а также даст им хороший багаж знаний, которые они спокойно смогут применить для трудоустройства в будущем. Но здесь мне нравится именно техническое оснащение, лаборатории, нравится новое направление. Для меня это новое направление, и это расширяет мой кругозор, в том числе знания новые получаю, какие-то новые навыки. Помимо этого студенты, окончившие бакалавриат и уже имеющие опыт работы в крупных компаниях, также смогли попробовать себя в чем-то новом в рамках программы по так называемому повышению квалификации. По словам студентки первого курса магистратуры Златы Осморской, после получения бакалаврского образования в Московском государственном университете, компания «Бионоватик» предложила девушке поступить на уникальное магистрское направление – системная биотехнология и архитектура живых систем, где Казанский федеральный университет предоставит студентам возможность реализовать себя и свои проекты. Бакалаврское образование мы получали с Никитой в Московском государственном университете в Москве. Далее нас пригласили сюда, в Казань, работать в компанию «Бионоватик». И у компании «Бионоватик» очень хорошее отношение с Казанским федеральным университетом. И сам университет выступил с предложением о том, что у нас стартует такое магистрское направление, как системная биотехнология и архитектура живых систем. И не хотите ли вы, ваши сотрудники, принять участие, поучиться на этом направлении? Нам предложили наши работодатели поучиться. И мы, как люди, которые только, условно говоря, вышли из обучения, нам хотелось вернуться. Почему? Потому что получение информации – это очень хорошая возможность в целом развивать себя. Кроме того, студенты все как один отмечают техническое оснащение лабораторий Института экологии и природопользования, где большая часть из них проводит свои исследования. Также немаловажной частью является сотрудничество с крупными компаниями, которые на базе ВУЗа занимаются крупными проектами и разработками, а также тесное сотрудничество ВУЗа с этими самыми компаниями, которые каждый раз вносят в программу обучения что-то новое. Основная задача этих изменений – поддерживать в ВУЗе обучение только на востребованные специальности, чтобы в недалеком будущем принести своими знаниями в науку что-нибудь новое. Да, наш институт сотрудничает с различными компаниями, наш институт сотрудничает и с организациями. Как правило, это начинается, ну вот наш личный опыт, с того, что компания делает нам какой-либо небольшой хоздоговорной заказ. И если мы его выполняем качественно, многие компании сейчас приходят к исполнителю, смотрят, на каком оборудовании выполняется заказ, то есть насколько в лаборатории поставлены все аналитические методы, как производится обсчет, то есть предприятия хотят получить не просто написанную какую-то бумажку, а быть уверены в том, что это реально выполняется. На базе института студенты-магистранты могут также реализовать проекты, которые впоследствии станут основой для развития новых направлений разработок. Например, студент магистратуры Никита Ёшкин занимается реализацией проекта, связанного с нефтью и нефтедобычей, который даст нефтедобывающим компаниям больше информации о работе с нефтью и о том, как биосульфактанты влияют на добычу. Работа связана с нефтью и нефтедобывающими компаниями, даже не с только компаниями, а вообще принципом нефтедобычи и изучением, как биосульфактанты влияют на ее добычу, насколько легче становится. Мы их ставим в противовес с химическими сульфактантами, которые получают. Таким образом, институт экологии и природопользования является уникальным подразделением, сочетающим подготовку специалистов для разного сектора экономики и управленческих структур, способных обеспечивать развитие производств при минимальном воздействии на окружающую среду и рациональное природопользование, а также специалистов для исследовательских организаций, способных выявлять механизмы функционирования окружающей среды. В Казанском федеральном университете прошло мероприятие по случаю юбилея Института законодательства и сравнительного правоведения. С докладом выступила директор института Талия Хабриева. Затем была запланирована презентация фильма. Обо всем подробнее далее в сюжете. В императорском зале Казанского федерального университета прошло торжественное мероприятие, посвященное столетию Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, в рамках которого со своим докладом выступила академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии наук и почетный профессор Казанского университета и его выпускница Талия Хабриева. Именно в России, в голодной советской России, создали первую научную организацию юридического профиля. Им стал наш институт. Прототипом института стал научный кабинет по изучению личности преступника и преступности. И в настоящее время сама эта форма организации, осуществление научных исследований уже демонстрирует свою эффективность по всему миру. Преподавателям, ученым и студентам Талия Хабриева представила научный доклад «Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Научное наследие и современность». Профессор рассказала слушателям о многолетней истории института, о взлетах и падениях, об открытиях и переворотах. После прошла презентация фильма «К столетию института». Речь идет об институте, который согласно регламентным нормам правительства и согласно своему уставу, утвержденному постановлению правительства Российской Федерации, участвует в подготовке законопроектных планов правительства и проводит обязательную для всех законопроектов правовую экспертизу. Сто ли это фантастическая цифра? Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации за этот долгий срок пережил многое. Но больше, конечно, было радостных моментов. Десятки преподавателей и сотрудников трудились на благо развития студентов. И усилия, по правде говоря, не прошли даром. Карина Саяхова, Фарид Захит Углы, Универньюс. В Институте психологии и образования состоялся круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия». Подробности расскажем далее. В Казанском федеральном университете состоялся традиционный круглый стол «Мы связаны одной судьбой с тобой, Россия». Ежегодно он проводится в Институте психологии и образования. Тематика обсуждения каждый раз избирается новая, с опорой на актуальные вопросы. Разные-разные у нас были темы. И глубоко патриотические, и изучали, что такое вообще в целом патриотизм, патриотическое воспитание. А сегодня мы с вами говорим о социально-психологических особенностях межкультурного взаимодействия в современном российском обществе. Мероприятие посетили проректор по молодежной политике и воспитательной деятельности Ариф Межведилов и проректор по комплексной безопасности Решат Гузееров. Именно мы и есть судьба России. То есть, по большому счету, мы сейчас живем в очень интересном историческом периоде. Сложный исторический период, сразу скажу, потому что по-разному, даже в самом обществе российском отношении к данному периоду. Но в то же самое время нужно понять и осознать, я с вами студентам все время говорю, что мы все являемся носителями российского менталитета. В этом году в рамках программы на обсуждение были вынесены темы, связанные с политкультурной средой, стереотипным мышлением и взаимодействием в студенческом сообществе. Одним из наиболее актуальных стал вопрос различия мировоззрения и подхода к решению различных задач в зависимости от возраста. Именно этот фактор рождает сложности на этапе коммуникации. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюс. В Сочинском Сириусе с 7 по 9 июня состоялся второй молодежный форум СНГ и Евразийского экономического союза, в котором приняли участие представители свыше 20 стран, а также международная выставка «Евразия – наш дом». Казанский федеральный университет на мероприятиях представили проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и студенты Института международных отношений Никита Раков, Глеб Ильин, обучающийся юридического факультета Эльза Азизова Гейдар Байрамов. На этом все. В студии была Алина Красильникова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова